Музыка Правительство Республики Башкортостан постепенно входит в рабочее русло, отплясав, отпраздновав и от фолклориадив всё, что можно. В разгар лета вроде как начали собираться по понедельникам регулярно, и вчера прошла очередная оперативка в правительстве Республики Башкортостан. Вступление к оперативному совещанию у Хабирова получилось длинным, разнообразным и цветистым. Поговорили почти обо всём, даже о параде военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Тут Хабиров отметился очередной бессмертной фразой, позволю себе процитировать её дословно. «В глазах столько парадов, это такая мощь». Конец цитаты. Пожалуй, что вот эта фраза действительно характеризует то, что происходит сейчас в России в части вот этих военных представлений, парадов и прочих шоу. Действительно, в глазах такая мощь. Ещё бы эта мощь была где-нибудь в армии, на флоте и в космосе, но в глазах пока она точно у нас содержится. А ещё во вступительном слове Радий Фаридович упомянул о том, что собирается в скором времени встретиться с главными застройщиками региона. Это интересная информация. Мне просто интересно, о чём он с ними будет говорить. Там про вырванные кишки или всё-таки о строительстве жилья поговорят. А также Хабиров подробно остановился на технической приёмке улицы Советской в центре Уфы. Ну вот в последнюю неделю так сложилось, что по поводу улицы Советской и площади Советской было много разговоров. Хабиров трижды оговорился, что это была техническая приёмка. Вообще мог бы и не говорить на самом деле. Но показали кадры, фотосъёмки этого грандиозного события. Мне бросилось в глаза то, что фотограф, конечно, был подобран правильно, потому что ни один сколотый край, ни одна куча мусора, песка, которых там в изобилии на этом строительном объекте, в кадр не попали. На фотографиях всё выглядело замечательно. Пожалуй, что и Советскую улицу, и Советскую площадь надо оградить большим забором и обклеить эти заборы фотографиями, которые показывает Ради Фаридович, потому что вживую там всё ужасно. Хабиров как-то обтекаемо сказал, что историю с памятником завершим к следующему году. Конец цитаты. Вот тут бы уточнить, великомогучий русский язык, что значит к следующему году? В течение этого года или в течение всего года следующего? В общем, конечно, непонятно. Но то, в какое состояние пришла Советская площадь и прилегающая к ней улица Советская, конечно, описать цензурными словами довольно сложно, особенно учитывая то, что там сейчас после лёгкого ветерка падают деревья 30-метровые, что является на самом деле результатом того самого вредительства, о котором нам сообщил бывший главный архитектор Уфы господин Байзин. Про фонтан Ради Фаридовича выразился более определённо. Он заявил, что к 1 сентября фонтан на Советской площади заработает. Ну, у меня сразу вопрос, а что не к Новому году? В общем, конечно, со сроками и с объёмами там большие проблемы. Безусловно, то, как делается Советская площадь и по процессу, и по содержанию, это всё вот ярко отражает то отношение по наехавшей команде Хабирова, города Уфе и то, с чем мы останемся в этом городе после того, как эта команда отъедет куда-нибудь дальше. В общем, конечно, вот кроме как грусти и печали, вот эта часть города уже больше ничего не вызывает. Далее оперативное совещание перешло в обычное русло, и первый вопрос обсуждения был вопрос о мерах по борьбе с COVID-19. Делал доклад в этот раз министр здравоохранения Максим Забелин, и тут, конечно, было очень много неожиданного и, прямо скажем, сенсационного. Начали всё как обычно. Сообщил Забелин о 47 тысячах заболевших по республике Башкортостан за всё время пандемии, а это уже более полутора лет. Также Максим Васильевич сообщил, что у него развернуто уже 4055 ковидных коек, и заняты они на 86%. Несмотря на то, что количество ковидных коек потихонечку возрастает, их занятость тоже растёт, и уже, значит, свободных коек меньше 14%, что на 6% меньше рекомендованных Минздравом Российской Федерации. В общем, есть о чём тут волноваться. Сообщил Максим Васильевич о темпах вакцинации. По его мнению, первым компонентом вакцинировано 870 тысяч человек, а вторым компонентом 578 тысяч человек. Соответственно, разрыв составляет примерно 300 тысяч человек. Опять у меня вопрос. Вот эти 300 тысяч – это вакцинированные первым компонентом за предыдущие 3 недели. Так получается. То есть опять Максим Васильевич утверждает, что за предыдущие 3 недели ему удалось вакцинировать почти столько же, сколько за все предыдущие чуть ли не 7 месяцев вакцинации. Ну, Максим Васильевич, ну, честное слово, ну, сколько можно вообще вот с этими цифрами вот так обращаться? Затем Забелин заявил зачем-то, что Башкирия находится на 82-84 местах по заболеваемости. И туманно рассказал нам о том, что в Башкирию прибыло аж целых 300 доз некой новой вакцины, спутник Лайт, который будет однокомпонентный и, видимо, полностью состоять из чистой дистиллированной воды, вот если уж это Лайт. После Забелина зачем-то заслушали Анну Казак. Анна Андреевна сообщила нам о том, что какие-то тревожные сигналы поступают из детских учреждений, куда заносят, как она выразилась, ковид. И в одном из этих детских лагерей заболело 46 человек. Потом Анна Андреевна без объявления войны перешла к составу воздуха в Уфе и сообщила, что у нас превышение по ДК, по фенолу, диоксиду серы и ксилолу. Отдельно госпожа Казак выделила то, что проверяются сейчас три компании. Это Башнефть, Уфавдоканал и Уфаургсинтез. Однако верное делу Хабирова госпожа Казак сделал еще и такое очень клевое заявление. Просто встал и зааплодировал. Но после 22 июля превышений не было и обращений о загрязнении воздуха тоже не было. Уважаемые наши зрители, после 22 июля у вас почему-то стал чистый воздух вокруг вас. Вчера, позавчера и всю прошедшую неделю не было загрязнений в воздухе. В общем, честно говоря, мадам Казак окончательно превратилась в некий придаток правительства Республики Башкортостан. Из представителей федерального ведомства она стала сотрудницей регионального правительства. Вольно или невольно, формально или неформально, я не знаю уж, какова там у нее мотивация. И я думаю, что федеральному ведомству, которое она представляет на территории Республики Башкортостан, стоит обратить на это очень важное пристальное внимание. Потому что есть общая концепция о неслиянии федеральных ведомств с региональными правительствами. Здесь госпожа Казак демонстрирует нам радикально противоположное явление. Далее разыгралась некая заранее заготовленная сценка. Хабиров, выслушав Анну Анриевну, сообщил о том, что он повелевает уволить всех директоров лагерей, в которых допущено нарушение по ковид. При этом юрист Хабиров не учел то, что часть этих детских лагерей вовсе не подконтрольна. Ни Анне Казак, ни ему самому. Ну да ладно. А также встряхнуть все лагеря и их проверить. Поручение он дал Сизякину, заправскому встряхивальщику детских лагерей и той самой Анне Анриевны. Дальше Хабиров подчеркнутым образом посоветовался с Анной Казак. Стоит ли вводить вот эти ограничения, которые, собственно, и были назначены на 26 июля. Анна Анриевна посмотрела в потолок, потом посмотрела на восток. Потом заявила, что, по ее мнению, ограничения вводить не надо. И эпидемиологическая обстановка к этому не располагает на территории Башкортостана. И Ради Фаритович не ввел никаких новых ограничений с 26 июля. Напоминаю, что откладывал он эти ограничения аж четырежды с июня месяца. Потом споткнулся о фолклориаду, когда ничего ограничивать было нельзя. А теперь как-то вот пошел в противовес тому, что происходит в Москве. И, в общем, в итоге решил синхронизироваться. Но самое интересное вокруг ковидной истории на этой оперативке случилось уже после того, как Хабиров таким постановочным образом договорились с Казак не вводить никаких ограничений в барах и ресторанах Республики Башкортостан. Взял снова-снова Максим Васильевич Забелин и сделал совершенно, на мой взгляд, сенсационное заявление. Он предложил ввести обязательную вакцинацию для людей, которые ложатся на плановые операции в медицинские учреждения. С исключением только для кардио- и онкобольных. Причем ввести вот эту обязательную вакцинацию для больных, ложащихся на операции, со 2-го уже августа. Хабиров выслушал, одобрил и повелел сразу же внести эту норму в собственный указ. Вот здесь нужно остановиться и задуматься. Так, минуточку. Вот эти люди буквально у нас на глазах придумали некие ограничения для граждан Российской Федерации в праве получения медицинской помощи. Ведь что такое плановая операция? Плановые и экстренные операции отличаются только срочностью и порядком назначения. Экстренную операцию назначают прямо с колес. Вот случилось, не дай бог, ДТП, человек пострадал, его везут в больницу, определяют, что случилось, и тут же начинают зашивать, ремонтировать вот эта экстренная операция. Либо там вот перитонит при аппендиците, да, человек умрет в течение 40-50 минут, нужно срочно вскрывать, нужно срочно вычищать и так далее. И есть плановая операция, когда у человека диагностировано тяжелое, опасное заболевание, ему назначается время операции, создается некий график больницы. Доктор, который определяет состояние больного, выявляет, что да, он может, например, там через две недели, через три недели лечь на операцию, его готовят и оперируют. Это не говорит о том, что эта операция не обязательна. Так вот, господин Хабиров и господин Забелин выстраивают и выставляют условия для людей, которым необходима операция, значит, о проведении этой операции. Если человек откажется от вакцинации, а он вправе это сделать, то Хабиров и Забелин не сделают ему плановую операцию. По крайней мере, так это звучит, и так это прозвучало вчера на оперативном совещании. У меня сразу вопрос. Вопрос к юристам, к правоведам, к депутатам Государственной Думы, к всем тем, кто должен защищать наши интересы. У меня вопрос к прокуратуре Республики Башкортостан, к российской прокуратуре, к Следственному комитету, к кому угодно. Будьте добры, побыстрее дайте анализ вот этой юридической инициативе, которую выдвинул Забелин и мгновенно одобрил ее Хабиров. Это законно, это не нарушает права граждан России на получение медицинской помощи. На минуточку мы платим за ту медицину, которую нам предоставляют вот эти Хабиров и Забелин. Мы платим из своих налогов. И вот эти два человека нам выставляют условия, на которых мы будем или не будем лечиться, на которых мы будем или не будем жить. То есть, если человек скажет, я не вакцинируюсь, ему скажут, мы тебе не будем, значит, пересаживать почку. А вот это, например, пересадка почки, это плановая операция. И это не онкология, не кардиология. Все клево, все укладывается в концепцию Забелина. Мы не будем тебе пересаживать почку, умирай, так скажут врачи, да? Что-то у меня сомнения. В общем, здесь, конечно, нужна подробная и отчетливая юридическая экспертиза вот подобного заявления и подобного указа, после чего должна быть дана оценка действиям вот этих государственных деятелей. Один, значит, вице-премьер правительства, другой глава республики Башкортостан. Не является ли это попыткой ущемления прав и свобод граждан Российской Федерации? Более того, не является ли это преступлением в отношении граждан Российской Федерации, если этот указ уже подписан? Я понимаю, что у Хабирова провал с вакцинацией. Я понимаю, что Путин повысил планку. И к 1 ноября должно быть вакцинировано, ну, по крайней мере, таково задание главнокомандующего, 80% населения республики Башкортостан и вообще населения России. То есть Хабирову нужно за 3 месяца сделать столько, сколько он сделал за последние 7 месяцев, если не быстрее. Потому что у него сейчас вакцинирован 21% первым компонентом и меньше 20% вторым компонентом. А ему нужно еще 60% вакцинировать за оставшиеся 3 месяца. Да не получится. Я понимаю, но что теперь тогда выдвигать какие-то новые предложения, вот такие условия, я себе могу представить, какие отдельные условия может поставить каждый отдельный министр в правительстве Хабирова. Например, Алан Викторович Морзаев может предложить увеличить стоимость ЖКХ для тех, кто не привит, раз в 10. Ленар Хакимовна Иванова может предложить отбирать детей и лишать родительских прав тех, кто не вакцинирован. Министр образования может внести инициативу по, например, введению платного образования для жителей республики Башкортостан, для тех, у кого родители не вакцинированы. Ну, а министр торговли у нас уже предложил ограничить продажу продуктов тем, кто не вакцинирован. В общем, ограничивать можно многое, да ведь? Придумывать вот такие вещи. Но все ли это законно? До какой стадии вот этого насилия над населением дойдет вот это наше творческое, креативное правительство республики Башкортостан? И какие еще бесчеловечные меры они будут предлагать, мне трудно себе даже представить. Вторым штатным вопросом оперативного совещания было, как всегда, вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Однако мы давненько не видели в эфире Алана Морзаева, и вот теперь его выпустили на арену. Алан Викторович сообщил нам, что отключение воды, газа и прочих благ по республике Башкортостан были незначительны в последнее время. В целом предприятие ЖКХ работает в штатном режиме и бла-бла-бла. Вообще ни о чем. Аллан Викторович сообщил, что он благостно съездил в Баймак, где навел порядок со строительством поручни в конкретно отдельно взятом доме. В общем, все очень здорово. У меня вопрос. Алан Викторович, а вы в курсе, что у вас творится в уже отремонтированных домах? Вот сейчас мы демонстрируем вам вот эти вот кадры. Это Уфа. Вот после дождичка в капитально отремонтированных домах. А вы в курсе, что у вас в Акьяре горит свалка так, что небо не видно и прочее, прочее? А вы в курсе, что у вас ветром сдувает крыши с домов, потому что она там нифига, эта крыша не закреплена и падает на людей? То есть вот об этом Илан Викторович, конечно, рассказывать нам, видимо, не собирается. Однако поток информации по поводу ЖКХ в адрес нашего канала с приходом Морзаева на должность возрос в разы. И мы будем показывать, вот по Акьяру отдельно покажем, и по очистным, и по свалке, и по многим другим вопросам, то в течение одной недели у нас вот в ближайшую субботу будет отдельный репортаж по Акьяру. Там адский ад творится, но об этом почему-то не говорит господин Морзаев. Вслед за господином Морзаевым, у которого все хорошо, а я в этом нисколько не сомневаюсь, у Алана Викторовича все очень хорошо, выступил господин Булышев Александр Владимирович, наш мистер Битум, по совместительству министра транспорта и дорожного строительства. Он поведал нам о том, что у него случилось за истекшую неделю 78 ДТП, в котором пострадало 88 человек, 9 человек погибло в течение недели. Общая численность погибших в этом году превышает численность в аналогичном периоде прошлого года уже на 14 человек. Как я и говорил, Республике Башкортостан не удастся достигнуть снижения уровня смертности в 2021 году по отношению к 2020 году, даже несмотря на то, что в 2020 году был вот такой существенный локдаун, когда, значит, ну фактически никто не ездил, а значит и меньше попадал в аварии. Ну вот такая ситуация вот на дорогах. А далее мы заслушали доклад господина Гумирова. Фарид Рефович, отвечающий у нас за ЧАЭС по республике Башкортостан, сообщил, что за истекшую неделю случилось 400 пожаров, в которых погибло 4 человека, 23 лесных пожара, которые все были ликвидированы, вопреки заявлениям администрации Акьяра, а также утонуло 28 человек в реках и озерах в Республике Башкортостан, за неделю 28 человек. 7 человек погибли при падении с высоты и 1 человек был убит молнией. Вот эту страшную статистику нам огласил господин Гумиров. И тут случилась какая-то совершенно непонятная реакция у Хабирова, выслушав Гумирова, и, ну вот эти цифры, да, 28 человек утонуло, Хабиров сказал дословно, цифра утопленных радует. Конец цитаты. Я не понял, в смысле, 28 человек утонуло, это, как, это хорошо, в смысле, что ли? Хорошо, что не 38? Или как? Или хорошо, что 28? В общем, ни я, ни прочие, кто слушал и смотрел эту оперативку, не поняли, чему вот так обрадовался Хабиров. Я не знаю, может, в этом есть какая-то сакральная тайна, но, в общем, его радует, что за неделю в Башкирии утонуло 28 человек. Третьим докладом был длинный, мутный, запутанный доклад об итогах реализации национальных проектов Республики Башкортостан за первое полугодие и задачах на 2021 год. Ну, само название может человека усыпить и повергнуть в иныне, учитывая то, что доклад делал господин Тажидинов, Илшат Азаматович, который редко появляется вообще на оперативках, редко в них участвует, тоже, конечно, не добавило огню этому докладу. А то, что господина Тажидинова почему-то слушали дистанционно, это и вовсе, значит, конечно, качество звука не прибавило. Собственно, ну, нацпроекты, которые появились из майских указов Путина, о которых мы уже начинаем забывать, да и сам Путин вместе со своим правительством, пожалуй, что стараются забыть об этих нацпроектах, они мучительно выдавливаются из недр регионов, мучительно сейчас рисуются цифры о их исполнениях, потому что уже в России поменялась концепция, мы хотим забыть об этих неисполненных нацпроектах, а теперь у нас национальные цели появились, ну, то есть, вот это вот меняется антураж, название. Но Тажидинов, видимо, поставлен ответственным, отчитывается. Особенно, что мне бросилось в глаза в его заявлениях, это то, что в рамках нацпроектов, судя по заголовку этого доклада, в первом полугодии в Башкирии введено 1 миллион 253 тысячи квадратных метров жилья. Вот это как-то мне бросилось в глаза, я думаю, слушайте, что у нас за счет нацпроектов, что ли, строится почти половина, да больше половины объемов всего жилья, которое вводится в Башкирию. Тут какое-то явное вранье или ошибка закралось в доклад Тажидинова. А еще хотелось бы отметить, я вот не буду засорять ваше сознание вот этими цифрами, бесконечными таблицами, которые он зачитывал, зачитывал, бубнил, бубнил, звук срывался. Честно говоря, почти ни за одной из этих цифр особенно не верится, особенно вот в эти вот объемы жилья. Например, всего Тажидинов хочет за счет нацпроектов ввести в Башкирии за год 2 миллиона 260 тысяч квадратных метров жилья. Да мы всего столько не ввозим. У нас там план стоит какой-то там на будущее 3 миллиона. Это с учетом всего коммерческого жилья, всех носковых, там прочих садовых колец и первых, вторых, третьих трестов. А у Тажидинова получается только за счет нацпроекта 2 миллиона 260 тысяч, да еще и в этом году. Ну, в общем, что-то там какое-то совсем вранье. Отдельно отмечу, что Тажидинов ни словом не обмолвился о том, что Башкирия не участвует в ряде важнейших национальных проектов. И в частности, например, в национальном проекте «Чистый воздух». Это очень важный национальный проект, и как бы нелегкомысленно звучало его название. Например, за счет этого нацпроекта мы могли бы в Башкирии, в Уфе конкретно обновить электротранспорт, увеличить объем и процент электротранспорта. Например, купить электробусы, например, купить новые трамваи, чтобы сделать чище воздух в городе. Башкирия, Уфа этого не делает. Правительство Республики Башкортостан не участвует в этом нацпроекте. Не знаю, то ли это принципы ишимбайских управленцев, то ли это просто их неумение участвовать в серьезных больших вещах. Но вот, по крайней мере, об этом Тажидинов нам торжественно не рассказал. Хочу напомнить вам о том, что лайки под нашим видео – это такая неформальная оценка качества нашей работы. Спасибо тем, кто упоминает о том, что хорошо или плохо мы работаем в комментариях. Ну и не забывайте ставить лайки. Для вас это одно движение мышкой, для нас это продвижение канала внутри структуры Ютьюба. Так что не поленитесь, щелкните, пожалуйста, по экрану, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, расшаривайте в социальных сетях, рекомендуйте друзьям и прочее, прочее, прочее. В этот раз на ковер был приглашен господин Семьвеличенко Евгений Александрович, управляющий директор УМПО. И он сообщил нам данные о том, как великолепно, замечательно идут дела на УМПО. Собственно, пикантность всей этой ситуации заключается в том, что господин Семьвеличенко, по сути, не вправе разглашать истинное обстоятельство, истинное положение дел на этом предприятии, потому что почти на 100% предприятие занято производством секретной и стратегической продукции. Ну, Евгений Александрович нам сообщил о том, что в каждом двигателе, который летает по небу в России, содержится от 100 до 30% участия Уфимского двигательно-строительного объединения, что во всех двигателях Сухого и Мигах есть вклад уфимских двигательно-строителей. Сейчас на данный момент у него действует 6 экспортных контрактов, с 2021 года у него слегка упал, но все равно составил 41,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль 7,8 миллиарда рублей. Особенно мне любопытно было, что Семьвеличенко заявил о средней зарплате на УМПО в 58 500 рублей. Вот я обращаюсь к тем, кто имеет отношение к УМПО среди наших зрителей. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, действительно ли это подобный уровень зарплаты на этом предприятии? 58,5 тысяч рублей в среднем по предприятию, это, конечно, неплохо. Напомню, что наше правительство декларирует среднюю зарплату по республике 36 тысяч рублей. Также интересно было про налоги. И господин Семьвеличенко сообщил, что всего он платит за 6 месяцев 5 миллиардов налогов, из них 4,2 миллиарда он платит в казну республики Башкортостан и является крупнейшим налогоплательщиком. Численность предприятий, работающих у Семьвеличенко, составляет 23 300 человек. Это действительно очень крупное предприятие. А также Евгений Александрович сообщил нам о радостной новости, о том, что он заключил контракт с Китайской Народной Республикой на поставку туда 500 авиационных двигателей на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Важнейшей проблемой предприятия господин Семьвеличенко считает дефицит квалифицированных кадров. На данный момент у него не занято 1200 рабочих позиций. На предприятии он строит некий учебный центр подготовки рабочих по рабочим специальностям в рамках предприятия. Упомянул о том, что из соседних регионов он готов и приглашает, сейчас привозит рабочих для УМПО. Но судя по докладу Семьвеличенко, УМПО это процветающее предприятие с прекрасными перспективами, с великолепными финансовыми результатами, огромной пользой для бюджета республики. В общем, побольше бы нам таких. В данном случае я не иронизирую, я с некой осторожностью отношусь к таким вот пафосным докладам. Если все это правда, то тогда действительно Евгению Александровичу можно уже сейчас при жизни ставить памятник в городе Уфе, потому что еще совсем недавно у УМПО были большие проблемы, в том числе и с индийским контрактом. Вообще были проблемы большие и с зарплатами, и с занятостью, и с поставками. А сейчас, если послушать господина Семьвеличенко, ну просто супер, прекрасно, замечательно и как бы не сглазить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!